гошка гошенька 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 моя картошенька здравствуйте наши дорогие подписчики и гости канала сегодня с вами опять кошки их михалыч да вот видите какая у нас лапка да больше гошек гошек мой вы все просите конечно же о нашем маленьком кролике лорике каждый день чтобы я снимал но не получается друзья правда вот я вот только приехал с работы вот время пораньше ушел я время полдевятого и дружа ну и многие просят рассказать о других котиках да и наши парни и девки обижаются да маляга папка ты все только снимаешь лорика она забыл да матюша матюша смотрите какой тигра наша матюша но очень хотят узнать историю нюранды нюрочка нюранда шоколанда и историю кошки кошки картошки поэтому сегодня расскажу про гошеньку гошеньку картошеньку вот уже видите какая заботушка гошеньку намывает а дело было так у меня есть страница вконтакте где-то в середине октября ближе к концу начале двадцатых часов пришли прилетел пост одна женщина кормилица пишет в гаражах соседнем с нами районе жужа в гаражах живет семья кошачья у будки охранников жужа вот какая мартышка гош кошка кошка картошка я кошка картошка живет семья котиков просит найти дом и хозяев или передержку маленькому котику он был маленький тогда друзья котику без задней лапки да мой сладкий без задней лапки мы но пост висел 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 долго висел в контакте все только сочувствовали кто-то даже хотел взять писали сочувствовали но ни у кого сердце не дрогнуло в общем я позвонил женщине я говорю так и так мы хотим забрать этого котенка без задней лапки она насражилась где вы живете да как да что да как вы живете сколько у вас комнат я году вот у нас кошки ну я говорю не беспокойтесь ему будет очень хорошо с нами в общем она довела справки в контакте у кошатников ну и согласилась в общем встретились мы с ней 12 ноября выходной день был вот видите какая лапка у нас маленькая моя сладенькая моя сладенькая моя встретились мы 12 ноября я приехал к ней парадный пошли мы в гараже она ходит кормить туда там живут там жили вернее сестра его тоже без одной задней лапки мама и братик она шли когда в гараже и выйти она говорит хоть бы вот он вышел хоть бы но она говорит сколько она и кормит никого не погладила в общем боялись что боялась что мы не поймали она не поймает в общем пришли мы на охране туда сказали что прошли она начали кормить она начала разложила мисочкам еду вышли все кроме этого маленького маленький он тогда был все-таки прошло уже сколько с 19 ноября в общем друзья покормил ну начали есть они но тоже дикие близкого вот она положила близко если подходишь ну шугаются вдруг этот я смотрю выходит там из-за будки охранников не будка вернее как будка домик охранников в общем он запрыгнул а кормила она их там как бы собачья будка и они там еще и жили в ней собаки не было ну вот собачья будка господи малято как слушает папку да видите папка просто только что с работы пришел всем надо папке внимания да ну конечно юма вот они две звезды первого канала маля и дума ну она положила в мисочку им тоже на будке он подошел и она как-то вот так вот прямо вот вот на мали покажу она вот раз и вот на юме она раз его за шкирку и схватила я переноску стоя поставил и мы просто она опустила ее переноску в общем так все чудно получилось все в общем мы пошли к машине она пошла там по магазинам а я говорю ну все я буду вам писать ну фотографии присылать в отца и в общем вот так вот он у нас и появился появился он 12 ноября я не помню то ли суббота то ли воскресенье было в общем ну все как бы вот здесь мы поставили клетку как всегда для новобранцев чтобы они привыкали чтобы к ним привыкали дикий он был конечно ужасно шипел ну так потихоньку потихоньку ну мы стали стали заметили что он очень часто дышит очень часто дышит нас это насторожило что видите как нам тяжело видимо сидеть вот так мы едем лежа полу сидя полу лежа полу сидя да мы шапки он часто очень дышал насторожило нас то что побоялись дух с сердцем что то ну поехали в клинику в клинику в общем анализы взяли естественно узи рентген вернее не узи в общем у нас оказалась пневмония у нас воспаление легких друзья прописали нам антибиотики прописали нам ингаляции сделать купили мы вот такой аппарат вот такой вот аппарат между прочим и папка аркасты и вера уже дышали очень хорошая стука между прочим друзья просто незаменимая в доме если кашляли насморк просто сразу легче становится но в общем делали ингаляции а как кошки делать ингаляции коту переноску туда выводили трубку эту накрывали одеялом трубку переноску в общем там он весь в этом дыму в пару был дышал ну как бы вот победили мы воспаление легких но ответил ну все равно вот как то он дышит вроде чистовато может из того что лишний вес вот он у нас такой толстенький да моя сладкая но когда носятся не скажешь что толстенький и очень у нас очень у нас крепкие эти самые врачи сказали прямо вот эти самые передние лапы прямо вот как качкау я не знаю как будто ну видимо ведь это что он без задней лапки вся нагрузка на передние лапки и вот он про прямо такой пареноски спереди да да моя сладкая да моя сладкая очень полюбил лорика лорик на кухне между кстати вот сейчас сейчас пришел вера меня встретила она спит услышала папкин голос все вылетели из переноски прибежали в коридор то есть она не глухая не слепая однозначно и вчера приезжали сын с невесткой с с нашей в гости ну я правда был на работе вера говорит она на них даже шипела смотрела то есть а вот папку услышал вот видите вот кто это а это карифан друган семён нет это не семена на соли наверно ну в общем даем стране угля бесимся относимся сонечка это соня задира тоже да такая что я пару прорубку про лорика очень ложка его полюбил просто она его полюбила она прямо в комнату сюда приходите ищет правда не даем особо играться потому что он так и заламывать и более лапа у нас передние очень сильные боимся все таки травма еще но была же у нее травма поэтому пока в общем чтобы заживала не даем сильно ее бускаться ну а так вот он носится здесь еще раз говорю сразу по утрам вот я не знаю что то сегодня суббота сегодня вторник суббота утром воскресенье понедельник вчера сегодня вот четыре каких-то просто сумасшедших у них гонки супер гонки причем сегодня даже матюша носилась эй тигра матюша представляете вот такая пушка носилась до матюшка пушка матюшка вот марси тоже носится вот эти кто-то мне из подписчиков сказал как не посмотрим все время спит этот кот он встали он не старый просто он спать любит да марсиа но и любим побегать да вот видите у нас нос подправлены да сегодня утром не было кто-то подправил нас носик он царапина да потому что задираемся к вот к этому олежке а это не что боится всех отец здоровей всех а жирненькая гусеница жирненькая гусеница наша сладкая да там уся самый большой очень тяжелый кот очень мальчик большой самый большой самый пугливый на ум его гоняет ну как не гонять ну ночью проснешься этот рычит рычит сидит значит кто-то к нему подошел и до драки вот не заходит но видимо видимо без нас до драки дошло до марсиа без нас вот видите на сапыры у нас подправлены марс марсиа что опять спать эй брюхо и думаю сладкая моя сладкая моя марсиа моя марсиа тоже ведь домашней души планете на нашу царапина вот утром не было видимо тут били били битва было матюша маля марушка марушка это фалькина сестра вот видите папка с мамкой вот эту штуку купили самая любимая у них степанушка ты тоже тумат ходишь файн на фаня вот вот фаня вот видите какая красота вот в подвалах питере вот такие красавицы раздаются фаня фаня а это ее родная сестра марушка история тоже у них еще вот конечно расскажу это плюша подкинутая ко мне на работу это двумя подкинутая к месту кормления сестра к сожалению пропала ее была сестра один в один похожие на улице ну вот вот пропала уже на месяц нету ну наверное уже больше не увидим вот каким-то образом пропадают кошки периодически на может чего-нибудь травленое едят поэтому друзья кормите бездомных кошек кормите кормите пускай они лучше отказываются будет от еды и сытые будут чем они будут ходить искать еду ваш ваш пакетик один-два вам не этот самый ущерба не принесет для семьи а им спасет жизнь и спасет жизнь буквальном смысле потому что сытая кошка не пойдет болтаться да да если на брюшке будет сыта пойдет спать куда-нибудь или отдыхать да моя сладкая голодная будет ходить искать нарвется на собаку на недоброго человека на машину на ворону даже вороны в общем это не высокие слова что пакетик спасет жизнь это так и есть может быть даже пакетик и спасет жизнь да марсия моя марсия когда марсию нашли мы думали вы даже не думали что он белый мы думали он белый вот я клянусь вам друзья вот вот еще один молодежь молодежь где вот тоже любит с горшкой по баллу вот видите вот горшинка пошла моя вот видите да друзья тех кошек остальных мы поймали в гаражах у этих поймали стерилизовали это сестра его мы думали кот без лапки а это оказалось сестра самая дикая оказалась у господи что она творила в общем женщины кормили с другой женщины поймали я отвез в клинику стерилизовали отвезли на передержку в общем не знаю какая сейчас судьба надо и давно не писали но в общем на передержку очень хорошая передержка мы туда с мамой верой отвозили очень хорошая передержка в общем так друзья в общем в этих гаражах больше нету если только те мужики не заведут еще кого-нибудь но кормилица считала когда мы с ней встретились она считала что это у них какой-то ген врожденный что они без лапки оба без лапки и но когда мы кастрировали стерилизовали когда кошка уже был у нас и возили тех когда стерилизовали врач сказал что очень буйная это без лапки и но я спросил что это без лапки она врожденный он говорит нет однозначно она потеряла лапку то есть видимо ну кошки здесь подвалах у нас живут там хоть подвале отопление а в этих гаражах вот этот домик я не знаю где они там зимой скрывались в общем они видимо машины приезжают они видимо машины в мотор и мотор машины заводились и вот лапки эти обрывали отрывались на и ой ужас короче ну в общем вот так вот друзья в жизни кошек не сахар особенно позорно это для города ленинграда до санкт-петербурга что здесь столько много кошек бездомных просто позорище для руководства города я не знаю свое время кошки просто спасли город после блокады от крыс а теперь вот так вот относятся к этим кошкам прабабушкам прадедушкам ой внукам правнукам тех кошек да которые спасли город в общем очень много кошек в питере бездомных ладно друзья не буду вас утомлять итак уже ролик снял мне говорят мне кто-то писал что снимайте поменьше ролики не знаю может быть это утомительно но не знаю для кого-ка для нас это жизнь да и умча так что вы там нашли ну-ка волчок вот горшенька сходил в туалет мой сладкий вот кто-то мне писал как вы приучаете к туалету вот и я вам клянусь друзья вы не поверите никого не приручали никого вот все идут в туалет все в лоток идут все бездомные все подвали прямо вот видите игрушку папа ну каковы папа кто-то принесем он принес из-за стенки да вот теперь будем тусить очень-очень любят сейчас кто-нибудь схватит зубы и унесет да эти мои сладкие гоши гоши дайте гоши ему надо брюшко схуднуть Олешка ты тоже будешь играть да да Томуся Маша Машенька идет так все сейчас папку снесу Васенька Васенька Колбасенька Васенька Колбасенька Вася Колбаса Вот ты мусенька моя слепая да дымочка моя девочка моя любимая с папкой спит папка охраняет ее да моя сладкая моя зайка моя тут никого тут тигра наша матюша в отрубоне Маш иди побегай девками а у Ташенька тоже слепая мальчика моя ой это Бася вот Бася вы ее редко видите но это Бася она тоже спит с папкой рядом на подушке Бася самая психическая кошка в мире самая нервная я не знаю что бывшая бывшая домашняя я не знаю что ее с ним как издевались над кошкой но у нее нервы просто ладно про нее тоже и будет история все друзья буду закупляться вот Гошеньку вам нам на прощание да вот моя сладкая на попке мы сидим видите как да моя Гоха Гоха картоха Гошка картошка лошадки такой лас так пап про меня наум про тебя уже история была да да мой наум наумушка моя ну а это вот самый первый из нынешних из тех кто с нами живет сегодня он самый первей всех появился Степан Аркадьевич да Степан Аркадьевич ой ты наумушка ну наумка сейчас договорю историю про Гошку и тебя вас подвожу и девки девки Маша и Соля ну все друзья буду закругляться и так уже на 20 минут наболтался со своими кошками утонил вас наверное да кто тут Чопа Юми спасибо друзья что смотрите нас спасибо что помогаете нам спасибо что лайки ставите Степа ты не ходи видишь она вот видите Бася вот просто вот с апреля месяца живет ну как из тундры вот только что принесли так ну ка не ругаться сейчас друзья будет битва давай давай шуруй на вот видите с папкой рядом с папкой на подушке спим думаю сладкая да никто тебя не трогает ты никому не нужна принцесса тоже Турандот да Маля 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 тоже Семенушка видите какой у нас молодец Семенушка кастрировали мы в прошлую среду его ну прыть от этого не убавилось и у и уми и уми мои ладно друзья до свидания до новых встреч вам спасибо что смотрите нас спасибо что помогаете нам единственное прошу друзья кто нам помогает прошу переводы подписывать благотворительность мне тут подсказали что могут быть проблемы с банком не знаю насколько это правда но для гарантии вот видите Тёпа я уже рассказывал про него вот у него лапка была сломана спица была вставлена вот видите мы когда сидим бегаем носимся ничего а вот когда сидим вот так вот лапку держим больше никак да моя топочка моя топочка моя так Марся Марся а Марся хочется за вас так Марсель ладно друзья тут можно без конца снимать и говорить и все будет новое спасибо еще раз что смотрите нас до свидания друзья вот гошенька гошенька котошенька что у тебя тут гошенька котошенька моя муча хрюмча до свидания друзья мы вас очень любим очень уважаем спасибо вам что смотрите нас спасибо вам до свидания до новых встреч про киев Продолжение следует...